На Донецком направлении между позициями украинской армии и террористами всего несколько сотен метров. Бойцы ежедневно наблюдают, как противник укрепляется. Рассказывают, нередко можно увидеть, что в качестве рабочей силы для рытья окопов они используют гражданское население и украинских военнопленных. При этом строят по всем законам военной науки, говорят наши бойцы. В ВСУ так научились делать только спустя год после начала войны, а по ночам устраивают провокации. Они пытаются нас провоцировать, чтобы посмотреть, какое есть у нас вооружение. То есть взлом они провоцируют. Так, чтобы вступать в конкретно длительный затяжной бой, такого они не допускают. Говорить о том, что это ополчение, это, конечно же, не ополчение. Естественно, там есть местные, так сказать, ополченцы, в кавычках. А то, что у них профессиональная подготовка, это сразу видно. То есть по манере ведения боя, прохода диверсионных групп, которые заходят в зеленку к нам или подползают, это работают профессионалы. То есть, говорите так, что шахтер с какой-то шахты взял автомат и за свою идею пошел какую-то бредовую воевать и профессионально себя вести, ну, конечно же, нет. При этом украинские бойцы знают, что в напряжении им приходится находиться не только из-за террористов, но и из-за местных сепаратистов. Многие жители не скрывают своего сочувствия к так называемой ДНР и считают, что большинство их проблем именно из-за украинских военных. Не напрягает? Солдаты в форме. Адмионы у нас, которые ходят, все равно будет тихо, но в ожидании чего-то. Постоянно что-то внутри, так знаете. При этом местные жители уверяют, что война надоела абсолютно всем, в том числе и тем, кто остался по ту сторону линии фронта. В основном друзья тех, которые там работают, учатся. Ну, есть и в ополчении ребята. А они что говорят? Тоже уже надоело все. Хочется домой, хочется сюда приехать. При этом подавляющее большинство жителей чувствуют себя напуганными. Интервью и разговоров на улице избегают, но продолжают упорно верить информации, которую подают российские телеканалы. В прифронтовой зоне их сигналы почему-то никто не глушит. А потому российское телевидение смотрят как местные жители, так и украинские военные. Правда, последних это только подстегивает к тому, чтобы поскорее освободить родную землю от захватчиков и перейти в наступление. Мое личное мнение, я бы сказал, даже больше желания до освобождения всех украинских земель полностью, включая Крыму. То есть надо идти в наступление? Да. Пока же продолжается позиционная война, и как скоро здесь что-то изменится, люди не знают. Марина Николаева, Александр Проценко, агентство телевидения новости.